Лает, но не кусает. Почему мир не верит угрозам США в адрес Ирана? В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео оказался глубоко тронут поддержкой европейских союзников и поблагодарил их за это в Твиттере. Он призвал все страны присоединиться к осуждению действий Ирана. Всего несколько лет назад подобное развитие событий вызвало бы разнообразные заявления на высоком и высшем уровнях во всех концах планеты, нервное напряжение на рынках, а также бесчисленные прогнозы по поводу кары, которую Запад обрушит на страну изгоя и последствия этих мер для мировой экономики. Ныне же проявленное трансатлантическое единение вызывает в лучшем случае ленивое, в худшем злорадное любопытство. И чего? Дальше-то что? Причиной такой непочтительности лежит на поверхности. Слишком уж очевидным даже для не слишком продвинутых в политике граждан, не говоря уже об экспертах, является отсутствие с ушла хороших или хотя бы приемлемых вариантов действий сложившейся ситуации. Да и говорить о коллективном Западе как целостной геополитической силе уже не приходится. Свежая Франко-Британа германская Каменюке тут ничего не меняет. На пике сверхдержавного могущества в распоряжении Соединенных Штатов имелся широкий ассортимент средств, который гарантировал нанесение неприемлемого ущерба государством, попавшим к ним в немилость. Это обеспечивало США а. Беспрекословное подчинение союзников и б. Послушание большинства стран мира и страха навлечь на себя гнев гегемона и в. Показательное наказание немногочисленных ренегатов, все-таки рисковавших бросить ему вызов. На данный момент все эти американские кнуты не то чтобы рассыпались в прах, но потеряли львиную долю своей эффективности и в таком качестве просто утратили смысл. Уже весьма многочисленные примеры, включая Россию и Иран, доказали, что экономические санкции, в том числе самые жесткие, слишком часто не обеспечивают необходимого результата в виде падения неугодной Вашингтону власти. Причем выяснилось, что давление способны в многолетнем режиме выдерживать даже такие небольшие, казалось бы, экономически слабые страны, как КНДР и Венесуэла. Про силовые методы тем более говорить не приходится. Со временем многочисленных успешных военных операций Запада против суверенных государств 1990-2000 годов уже прошло достаточно времени. Те победы обернулись такими побочными эффектами, что невольно задумаешься, не лучше ли тогда было проиграть, на круг дешевле бы вышло. Недавний срыв договоренности с талибами, что должно было предоставить возможность американцам уйти из Афганистана без потери лица, стал очередным тому подтверждением. А 2010-е преподнесли Соединенным Штатам и их младшим партнерам горькую сирийскую пилюлю, которая вообще уничтожила восприятие военной мощи НАТО как безоговорочной и непобедимой силы. Причем это чувство исчезло в том числе и у самих участников Североатлантического альянса, и конкретно у США как его лидера. Более того, похожие американцы заработали себе комплекс на этом деле и стали побаиваться прибегать к военной силе, во всяком случае ввязываться в новые авантюры. В частности, они недвусмысленно дали слабину в противостоянии с маленькой, но зубастой Северной Кореей. Да что говорить, они не рискнули даже сунуться в куда более слабое в военном отношении Венесуэлу на собственном заднем дворе. В этой ситуации любые их угрозы использования военной силы против Тегерана выглядят откровенно неубедительными и оцениваются мерам именно так. А что касается самых жестких из всех, что когда-либо вводились санкций, которые по обещанию Дональда Трампа отправят Иран в ад, то там ближневосточная страна уже была, причем не так давно, и как в анекдоте вернулась оттуда отдохнувшая и с магнитиками. Ничего удивительного, что свежее заявление европейцев по доминирующему среди экспертов мнению идет по разряду формальной риторики, которая никак не повлияет на восстановление их сотрудничества с Иерой, повлияет на восстановление, извините, включая создание альтернативных финансовых механизмов, недосягаемых для Вашингтона. В результате Соединенным Штатам остается разве что не выдавать американские визы иранским, как и российским, участникам мероприятий в ООН, очень по-взрослому и сверхдержавно. Ирина Алксинс, специально для РИА Новости, лает, но не кусает, почему мир не верит угрозам США в адрес Ирана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова